Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Ну, без ложной скромности скажу вам, я делаю уникальные видосы. Вроде бы все известно, но эта вот известность подается так, как и неизвестно, и в то же время заставляет человека переосмыслить его образ жизни, его мышление и понимание, как относиться к своему собственному здоровью. Что еще хочу сказать, меня все говорят, знаете, его книги это не альтернатива, а, как бы сказать, околонаучная или еще что-то там, еще что-то в таком, мол, это самое, не имеющие ничего общего с наукой на самом деле. Знаете, ничего не надо выдумывать, уже все есть, и в науке, и в технике. Важно это все сложить. Ну, ладно, я немножечко отвлекся на тему разжижения крови, на тему насыщения водой организма. Читаем, вот как раз пришел ответ от пользователя. Геннадий Петрович, добрый день, пришли такие мысли. Вот вы недавно сделали потрясающий материал про густую кровь. Сколько воды пить, как питаться и так далее. То есть я постарался более-менее разложить и обосновать, и с учетом не своих каких-то домыслов, а того, что наука изложена. Сегодня я проанализировала и поняла, что если мы много пьем, заливаемся водой не по надобности, то мы теряем жизненную энергию, так как она держится почками у нас. А когда мы едим правильную пищу, то мы сохраняем ее. Сразу же, чтоб я небольшое разъяснение сделаю. О том, что почки очень главный такой орган, например, восточная медицина, в частности, тибетская медицина, считает, что почки чуть ли не главнее сердца, потому что этот орган парный у нас. Если сердце одно молотится, то это парный орган. И оказывается, что основная задача не столько, грубо говоря, регулировать водный обмен, водный баланс в нашем организме, чтобы было определенное количество воды, не больше и не меньше, но так как наш организм строится по тонкоматериальному шаблону, который постоянно поддерживается, то есть у нас работают особые механизмы, скажу избитое слово, значит, с помощью там чакр вырабатывается особого рода энергии, у нас их несколько, да, которая как раз вот и выстраивает вот этот шаблон и наполняет его энергией, которая указывает, понимаете, структура, тонкая структура этого шаблона, она указывает, где, какой клеточке, даже не органу, где, какой клеточке быть, что ей надо делать, насыщает соответствующие виды энергии, и это идет постоянная выработка. И, естественно, вся эта энергия, она осаждается на жидкостях внутри нашего организма. И, естественно, если мы с вами эту жидкость будем менять, ну, в угоду каким-то там теориям, то тем самым мы будем вот эту вот энергию, которая осаждается на жидкостных средах, мы ее будем смывать. И вот этот тонкоматериальный механизм построения нашего тела должен все это восполнять. И к тому же почки – это такой орган, который эту энергию сохраняет, чтобы ее не уходило слишком много. Но в то же время, когда слишком много воды, и она все протекает, протекает, а ее надо намагнитить вот этими тонкими энергиями, она, естественно, намагничивается, то идет повышенный износ именно вот этого аппарата, который выстраивает тонкое тело, чтобы вам было ясно. То есть не все так просто, об этом, конечно, ничего там не пишут, не рассказывают, об этом мало кто знает. А почки являются органом, который удерживает вот эту жизненную энергию. Как только почки слабеют, и они не могут сепарировать, отделять жизненную энергию, так чтобы вот это вот не происходило, вот этот вот водный баланс, питьевой режим необходимо правильно соблюдать. Чтобы мы бы не вымывали свою собственную жизненную энергию из организма, следуя каким-то там рекомендациям по питьевому режиму. Продолжим дальше. Правильно ли я это поняла или нет? Вот я как раз сейчас и ответил на этот вопрос. Как вы говорите, сколько не вливай воды, то она просто будет выливаться и тем самым нагружать наши почки. Она будет нагружать вот этот вот механизм, точнее просто вода вошла в наш организм. Ее надо структурировать. Ее надо, соответственно, насытить правильным соотношением солей. То есть что мы будем пропускать через себя повышенное количество воды? Она же не просто там пролилась и вышла, и что-то там сделала. Нет. Она тянет очень многие механизмы. То есть чтобы мы вот этой рекомендацией не изнашивали свой организм. Дальше. Она просто выливается, тем самым нагружает наши почки, но вместе с тем и сердце, да и почки, и сердце, естественно, будет. Но это не те механизмы, это просто явные, что видит, как бы сказать, большинство. Да, вода сбрасывается почками, все ясно, понятно. Значит, нагружка на почки. И в частности, если там имеется какое-то камнеобразование или еще что-то, вот тут еще возможно подача воды в несколько избыточном количестве, чтобы все это как-то промыть инфекцию там и растворить. Ну, это в специальном курсе надо делать по промыванию почек, по растворению там разного рода солей, песка, камушков. Сердце тоже ясно. То, грубо говоря, 5 литров крови качать, а то, если мы пиво пьем, то 7 литров крови качать. Ну, ясно. Тем самым затрачивается на это нашу жизненную энергию. И я вам сказал, именно какая жизненная энергия, откуда она берется, что это такое, как она вырабатывается. Вот видите, у меня сколько жизненной энергии. То есть у меня голос звонкий, у меня жестикуляция, глаза блестят. Ну, вообще в тонусе. А теперь, знаете, вот я все это читал, слушал, там отдельные высказывания, там врачи, рекомендации и так далее, так далее, так далее. И я, как бы сказать, на все это дело плюнул. Вот у меня имеется Большая медицинская энциклопедия. Выпуск где-то 56-58 годов. Я могу показать, это том 58-го года издания. Издание Москва и так далее. И знаете, что я хотел еще сказать? Вот следующее издание Большой медицинской энциклопедии, вот здесь большая статья, с 70-го года, она тоже большая статья, и там уже, вот смотрите, я искал водный обмен. Здесь есть водный обмен. Естественно, водный обмен, честно, связан с водно-солевым обменом. И уже вот здесь нет водно-солевого обмена, статьи. В 70-м году выпуска, это уже третье издание Большой медицинской энциклопедии советской, там уже водно-солевой обмен. И тоже подробно, хорошо изложено. Я для себя сделаю сейчас статью по водному-водно-солевому обмену. И вот смотрите, что я вам рассказываю и на чем я основываюсь. Я основываюсь не на том, что у меня что-то в голове, какая-то эта самая мысль возникла, и я вам ее говорю, да, вот так, вот так. А я строго вот беру и начинаю читать. Водный обмен, совокупность процессов всасывания воды в желудочно-кишечном тракте, ее распределение между тканями организма и выделение. Питьевая вода и вода, содержающаяся в пищевых продуктах, всасываются уже в желудке. А основная часть потребляемой организма воды, общее количество которой обычно не превышает 2,5 литра в сутки, в тонком кишечнике, то есть вообще с питьем, с едой и так далее. При учете воды, попадающей в кишечник, принимается во внимание обратное всасывание воды, выделяющейся в значительном количестве в кишечник, вместе с пищеварительными соками. О чем я вам говорил, но я небольшое упущение сделал, что за сутки примерно около 5-8 литров, примерно так, от 4, грубо говоря, у кого какой, желудочно-кишечных соков, но они же, они же, как бы сказать, икру должна бы загустеть или вообще остаться без воды, но они же опять всасываются в тонком кишечнике с переваренной пищей, и выходит, что вместе с калом выбирается примерно грамм, там, 100, может быть, чуть больше, 200 граммов воды. Из вот этих вот, выделенных в течение дня пищеварительных соков, в общем количестве, грубо говоря, 5-6 литров, теряется через кишечник только примерно 100-200 граммов. То есть вот еще в восполнении 100-200 граммов, если, но, но это, как говорится, не все это но. Всасывание воды происходит очень быстро, кроме баланса воды в организме, необходимо еще учитывать воду, образующуюся в самом организме, в результате окисления различных органических соединений. Ну, тут дано, сколько там на жиры, белки, углеводы. Вот теперь интересно, вот мы выпили воду, и что с ней происходит? Вот, вот я читаю, не что-то я там придумываю и вам гаражу, а непосредственно то, что было исследовано и написано. Итак, всосавшаяся вода быстро поступает из кровяного русла в ткани. Как я вам говорил, вот должно быть определенное количество воды в крови. Организм ее держит, это жизненная константа. Видите как? Значит, всосавшаяся вода быстро поступает из кровеносного русла в ткани, причем основным депо для воды являются мышцы, кожа и печень. То есть, вот она куда вода откладывается. Не то, что она будет кровь разбавила, нет, она ничего там не разбавила. Все эти составляющие крови должны быть соответствующие пропорции, не больше и не меньше. Значит, все лишнее ушло у нас в мышцы, кожу и печень. Даже после приема больших количеств воды общий объем циркулирующей плазмы возрастает лишь незначительно, то есть объем вот этой крови незначительно, не более чем на 15 процентов. И то лишь на короткое время. Содержание воды в отдельных тканях может меняться в значительных пределах. Содержание воды в организме взрослого человека составляет в среднем 65 процентов по отношению к телу и весу. Но колебания у отдельных людей достигают большой величины 45-70 процентов. Как я вам говорил, вот это вот давал таблицу, что с возрастом идет потеря организма воды. И как бы сказать, вот мы пытаемся ее восполнить, а что-то особо не получается, а так, чтобы, знаете, мы выпили и она вот, как и раньше была в организме, как, грубо говоря, 20 лет назад выпил и вот таким вот стал. Не работает этот механизм. Эти колебания в значительной степени связаны с возрастом. У эмбрионов содержание воды достигает 97 процентов. В течение первых трех недель после рождения содержание воды в организме быстро падает. Затем уменьшение происходит более медленными темпами и продолжается в течение всей жизни. Но я еще проведу вот здесь вот эту вот табличку, чтобы вы понимали, что падает. Вот как бы мы ни хотели, мы не сделаем. Хотя есть методы, которые позволяют сохранить количество воды и, возможно, даже его преувеличить. Но это совершенно методы, не связанные с этим самым, с питьем воды. Это больше нахождение во влажной парной, оказывается. Во влажном климате, который позволяет предотвращать вот это высыхание организма, большое влияние на содержание воды в организме оказывает количество жира. Чем она выше, тем меньше содержание воды. Вот так-то. Так, ну тут как она вычисляется. Важная информация. Большая часть всей воды организма человека содержится внутри клеток. 71 процент. Вот как туда влезть? То есть, для того, чтобы поддержать вот этот 41 процент, здесь больше подойдет влажный климат, нахождение вот действительно в каком-то влажной такой парной. Около 19 процентов находится в тканях в виде внеклеточной воды, которая омывает вот эти вот клетки. То есть, через эту жидкость подается питание на клетки и выводятся отработанные вещества. И 10 процентов приходится на долю циркулирующей плазмы, лимфы, спиновой жидкости и других жидкостей. То есть, на долю, как мы уже знаем, что там крови, это приходится где-то процентов, допустим, 7, а то еще и меньше. Дальше у нас лимфа еще меньше, спинномозговая жидкость и другие. Все. Часть воды прочно связана с белками и некоторыми другими соединениями и своим свойством отличается от свободной воды. То есть, мы эту воду вообще, ее очень трудно изменить. Количество этой связанной воды, однако, невелико, не приближаясь 4 процента от общего содержания воды. Далее, вот мы опять-таки пьем воду. Что происходит? Изменения в содержании воды в тканях после приема воды или при воздействии различных факторов, влияющих на водный обмен, происходят главным образом за счет свободной внеклеточной воды ткани. То есть, не столько даже в кровь она пойдет, не столько в клетки, сколько она будет вот между кровью и клетками, будем наполнять водой. Выделение воды из организма происходит через почки, кишечник, кожу, легкие и через молочную железу у кормящих матерей. Значит, молочную железу мы сразу же отбрасываем. Это не у всех происходит. А вот, смотрите, почки, мы можем нагрузить почки. Далее, смотрите, если, ну, там, кишечник, определенное количество, кожа. Для того, чтобы вода прошла, ну, вывелась через кожу, она, как у нас пот, соленый. Значит, вместе с выводимой водой через кожу будут уходить из соли. Легкие. Мы постоянно дышим, и если мы вдыхаем там сухой воздух, то, как правило, для того, чтобы он усвоился у нас внутри легких, он уже становится влажным. И у нас вообще, вообще, если мы берем, вот в области легких поддерживается примерно один и тот же воздух, он слегка там меняется для того, чтобы сохранены были константы по влажности и по углекислоте, чтобы она не вымывалась. Я дальше не буду распространяться, я на это застрял внимание в других видосах. Значит, в норме через почки выделяется около 50% воды, через кишечник около 5%. Количество воды, выделяемое легкими, может колебаться в широких пределах в зависимости от температуры, влажности воздуха, частоты дыхания и так далее. Состояние покона в среднем составляет около 13%. Представляете, сколько может выделяться? Вот тут-то мы можем и сохранять воду в организме. Остальная часть воды выделяется к коже. Общее количество воды, выделяемое всеми указанными органами, равно в норме количества воды вводимой. Вводимой. Еще разок я заостряю ваше внимание. Вводимой в организм взрослого человека, вследствие чего организм находится в состоянии водного равновесия. нету того, чтобы мы выпили. И вот у нас, грубо говоря, было 10 литров воды, примерно. И у нас стало 11 литров. Но нету этого. Вот, вот, вот эти ученые, которые мы там на них киваем, они сказали, но нет же, есть какие-то рекомендации. Скорее всего, это рекомендации уже проплаченных вот этих вот компаний по производству воды, чтобы пили, пили, пили. Кстати, по-моему, в фильме «Золотой теленок» там есть такая фраза. То есть, ну, ну, какая бы полезная вода ни была, избыток любого, любого вреден. Итак, в состоянии водного равновесия. То есть, мы можем промывать почки специально для того, чтобы, грубо говоря, вымыть инфекцию, растворить там камушки. Но это на определенном этапе, определенные процедуры для этого делаются. Но не для того, чтобы мы вот этой воды набрались, и якобы нам станет лучше. Нет. И дальше, что очень важно, вот о чем я говорил, а теперь вот как раз тут написано. Это состояние водного равновесия обеспечивается наличием в организме многих, многих систем, регулирующих как прием и выведение воды, так и ее распределение между отдельными тканями и органами. Еще разок, мы просто воду якобы потребляем. Эта вода должна приобрести определенную структуру, на нее надо затратить энергию. Эта вода должна приобрести определенный солевой состав. Причем этот состав меняется в зависимости от органов. В одних органах он один, в других органах другой. То есть, эти все системы должны работать для того, чтобы все это сделать. Что-то мы ввели, и мы нарушили тем самым вот этот водно-солевой баланс, и мы его должны восстановить. Якобы думаем, воду мы ввели. Да мы ввели не воду, а мы нарушили вот этот баланс. И вот теперь вот эти все системы, которые перечислены, многие системы, регулирующие как прием и выделение воды, так и распределение между отдельными тканями и органами, он уже заработал. И таким образом, вроде бы, такая хорошая рекомендация, теоретически. Это касается всех нас. Комментарий врача. Каковы причины спутанности сознания у пожилых людей? Люди старше 60 лет обычно перестают испытывать жажду и, следовательно, перестают пить воду. Они быстро обезвоживаются. Обезвоживание серьезно влияет на весь организм. Может вызвать мышечную слабую, сутомляемость, апатию, отсутствие мотивации, резкую спутанность сознания, падение артериального давления, учащенное сердцебиение, стенокардию, боль в груди. Привыкайте пить воду. Такие жидкости, как соки, чай, молоко, сухи и богатые водой, фрукты, такие как арбуз, муксусная дыня, версики, ананас, апельсин и мандарин – это питание. На процессе обмена идет чистая вода. Важно то, что каждые два часа вы должны пить немного воды. Постоянно предлагайте воду людям старше 60 лет. Всем здоровья! Ума заключительно. Вот в связи с вот этой вот, что я прочитал, оказывается вредной, изнашивающей наш организм. Само введение в организм более или менее значительных количеств воды оказывает, вот она что говорит, оказывает диуретическое действие, в связи с тем, чем большая часть введенной воды удаляется из организма почками в течение двух часов после введения. Ну и вводите воду, вводите воду, вот это вводите воду, для того, чтобы она выводилась. Ну, не держится она, вот сколько положено в соответствии с возрастом. Вот столько и будет держаться. Юный возраст, значит, больше воды держится, и человеку хочет употреблять. Чем больше возраст человека, тем меньше этой воды, и тем меньше человеку даже хочется ее употреблять. И еще разок прочитаю. Само введение в организм более или менее значительных количеств воды оказывает диуретическое действие, в связи с тем, чем большая часть введенной воды удаляется из организма почками в течение двух часов после введения. Я сказал, но это написано вот в этой книге. Такой же диуретический эффект оказывает введение гипертонических солевых растворов. Тут еще затрагиваются, знаете, не просто там какие-то механизмы, а включается ряд довольно-таки тонких механизмов, связанные с тем, что выделяется больше гормонов или еще, которые воздействуют на почки, чтобы там, грубо говоря, если воды мало, значит, выделяются гормоны, которые, значит, влияют так на организм, чтобы ее сохранить. Если воды много, выделяются другие гормоны для того, чтобы она быстрее выводилась. Очень сложный механизм. Влияет там на обмен этих всех солей, калия, натрия и так далее. Вот тут простая такая рекомендация. Для предотвращения задержки воды в организме большое значение имеет ограничение приема натрия с пищей. И вот интересно, у каждого вида животных существует довольно постоянное процентное содержание воды в тканях тела, что является весьма важным условием его существования и нормальной жизнедеятельности. Опять-таки, больше или меньше? Вот просто с возрастом организм высыхает, высыхает и все. И для того, чтобы это высыхание меньше было, здесь не столько прием жидкости, как нахождение в теплой, влажной среде. Значит, нарушение этого постоянства может вызвать значительные изменения в функциональном состоянии организма. Для сохранения нормального водного баланса необходимо, чтобы количество воды, поступавших в организм за определенный отрезок времени, полностью соответствовало количеству выделившейся воды. Суточная приходная часть водного баланса у человека составляет в среднем около 2,5 литров воды. Баланс. Вода входит в организм в виде питья при утолении жажды, что примерно составляет 1200 мл. Около 1000 мл поступает с различными продуктами, входящими в суточный пищевой рацион человека. Кроме того, около 300 мл образуется в организме за счет окисления основных питательных веществ. То есть вот, а нам говорят, что не 2,5 литра ты должен пить помимо еды, помимо всего. То есть переврали. Вот она информация. А тут взяли, переврали. И человек пьет, и пьет, и пьет. И что, он здоровее становится? Практика показывает ничего подобного. Выделение воды из организма почками, как основная составляющая часть мочи, в количестве около 1400 мл в сутки. С каловыми массами 200 мл. В виде водяных паров из полости легких около 400 мл. Из кожной поверхности в виде пота около 500 мл. Выделившаяся вода составляет расходную часть водного баланса. Естественно, приведенные данные являются весьма общими, характеризующими только основные положения этого вопроса. В физиологических условиях избыточное введение воды в организм настолько быстро усиливает выведение ее с мочой, что говорить в данном случае о положительном водном балансе можно только весьма условно. Что бы я сказал в заключении? У нас имеются два такие основные параметра, по которым можно судить о том, требуется ли вода для нашего организма, либо ее не требуется. Это очень простое чувство жажды. Правда, с возрастом она как-то немножко пропадает. Ну, естественно, воды-то меньше в организме, естественно, ее особо не хочется пить. Для пожилого возраста еще прием воды в каких-то таких, знаете, минимальных количествах может быть оправдан. И это слишком насыщенная концентрированная моча. Вот в этих-то двух случаях, когда жажда, и вы смотрите, что моча у вас довольно-таки концентрированная, необходимо и принимать вот эти разного рода жидкости. Причем не просто разного рода жидкости, а где-то лучше всего это будет талая вода для утоления жажды. Талая вода, это в ней плавает лед. Вот тогда она начинает работать так, как надо. Потому что наш организм ее переструктуризирует примерно в структуры, которые подобны талой воде. На это тратится энергия. Далее, это свежевыжатые соки. Что? Прекрасно. Освежает 100%. Это уже и структурированная вода, и содержит разного рода там вещества, витамины и прочие-прочие там соли, которые, как бы сказать, нужны для нашего организма. Соблюдение вот влажности, наружной влажности. В помещении, чтобы у вас были увлажнители, особенно в зимнее время. Это разного рода водные процедуры. Это также следует следить за своей кожей. Сохнет она, не сохнет. Тогда, грубо говоря, что-то используют. Это очень интересно, интересно использование растений, которые удерживают внутри себя воду. И если мы эти растения используем, то тем самым и наше тело примерно приобретает это свойство. В первую очередь, это алоэ, которое растет в сухом климате и запасает внутри себя особую вот эту вот воду. И если мы вот эту вот мякоть будем использовать в виде там крема, в виде еще там определенных продуктов на основе этого алоэ, то, глядишь, вот тут мы еще что-то сохраним. Вот что я вам хотел бы сказать. Чисто, строго, научно, без всяких каких-то, знаете, домыслов и логических рассуждений. Вот она, правда, матка. И, кстати, если раньше говорили о водном балансе, и довольно-таки хорошо и много, о водном обмене, целая там статья, то информация о водном балансе и водном обмене начинает постепенно исчезать. Все это превращается в водно-солевой баланс. С одной стороны это, да, потому что это все между собой там связано. А дальше уже, и об этом ничего не говорится, статьи все. Пить столько-то воды надо для того. Зачем надо? Что надо? Якобы она разжижает. А теперь мы знаем, что ничего она не разжижает. Она просто-напросто проходит через наш организм и вызывает траты энергии и солей для того, чтобы она все прошла. Тем самым объединяет нас на соли, тем самым объединяет нас на энергию. И в итоге ни к чему хорошему не приводит, как мы думаем. Все должно быть в меру, вот насколько я вам все перечислил, насколько я понял, насколько я примерно поступаю и как я себя чувствую.